Скажите, пожалуйста, вот этим людям, которые нас уже смотрят, и тем, кто начинает подключаться, как правило, в течение прямого эфира аудитория возрастает, все-таки ваши ожидания относительно дальнейшей помощи Западу? Кроме того, что Запад будет поставлять средства ПВО, уже пошел разговор о том, что все-таки американцы вроде готовы передавать системы противоракетные «Патриот». Что еще ждать? Чего еще ждать от западных союзников Украины? Я имею в виду не только поставки оружия, не только экономическую помощь. Какие еще могут быть моменты в дальнейшем развитии отношений между Украиной и Вашингтоном, между Украиной и Брюсселем? Что касается... Смотрите, в первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание на... По-моему, в Moscow Times сегодня была история о том, что после окрика из Пекина Владимир Путин перестал и Дмитрий Медведев, и вообще российские всякие пропагандисты, они перестали все угрожать миру ядерной войной, ядерным оружием. То есть, видимо, я предполагаю, что на встрече в Индонезии, на Бали, Байден и Си Цзиньпинь договорились о том, что Байден не будет мешать Си Цзиньпиню пытаться вытащить из ямы китайскую экономику. В обмен на это Си Цзиньпинь сделает так, что Путин перестанет угрожать миру ядерными ударами. Потому что, на мой взгляд, только Си Цзиньпинь может повлиять сейчас на Путина и что-то заставить Путина делать или чего-то заставить не делать. Собственно, мне кажется, это и произошло. Вот после того, как перестали появляться эти разговоры, уже, кстати, уже не 10 не было разговоров, ни одной обмолвки не было о возможном применении атомного оружия. Так вот, после того, как этот вопрос был снят с ядерным оружием, ну или, по крайней мере, риторически снят, стали появляться сообщения о том, что и Миги-29, и F-16, возможно, будут поставлены в Украину, и системы Патриот будут поставлены в Украину, и ракеты Атакмс. И вот самая последняя компания Воинг совместно с шведской компанией СААП предлагают начать производство и отправку в Украину ракет, планирующих бомб, правильно, наверное, сказать, наземного базирования, то есть которые будут не с самолета сбрасываться, а запускаться в небо, как ракеты, а потом вот эта ракетная ступень отстыковывается, и уже продолжается полет с таких, как бы, выдвигаемых крыльях, как такой небольшой самолетик или планирующая бомба. Ну да, это ракеты, которые изначально были сконструированы для запуска с борта военных самолетов, но сейчас их усовершенствовали, и они могут запускаться, как ракеты «Земля-Земля». Да, да. Так вот, видите, ракеты 150 километров... ...треал уже даже сложный, по-моему, в конце. Сложная аббревиатура какая-то, как-то они так называются. Так вот, я, насколько я понимаю ситуацию, сейчас с поставками этих ракет в Украину, когда они начнутся, если они начнутся, то Украина сможет атаковать цели на глубине в 150 километров от линии фронта. Ну, это, в общем, означает быстрое и болезненное уничтожение всей российской военной логистики. То есть Россия будет не способна просто вести в нормальном режиме боевые действия. То есть невозможно будет подвести снаряды, невозможно будет подвести продовольствие, топливо, обмундирование, что очень важно зимой, тоже нельзя будет подвести вовремя и в необходимых количествах на линию фронта. Таким образом, российская армия будет поставлена на очень тяжелые условия, если вообще такие условия можно, наверное, даже называть невыносимыми. Вот что сейчас, чего стоит ожидать сейчас, как мне кажется, от западных партнеров Украины. Плюс, еще не надо забывать о эмбарго нефтяном, который будет выводиться с декабря. Там много всяких составных частей этого эмбарго, но, в числе прочего, речь идет о введении так называемого ценового потолка на российскую нефть. То есть вы дороже, чем этот ценовой потолок, нефть продавать Россия не сможет. Ей будет запрещено это делать. Плюс, сегодня пришла новость, если я не ошибаюсь, из Китая, о том, что Китай запретил вход в свои порты кораблям российским и судам российским, у которых российская же страховка. То есть страховка должна быть только британская. Это фактически означает, что Китай отказывается приобретать у России нефть дороже ценового потолка, установленного в Европе. То есть, проще говоря, Китай, как и Индия до него, присоединяются к западным нефтяным санкциям в отношении российской. Еще раз давайте уточним. Речь идет о том, что иностранные страховщики, британские страховщики, будут соблюдать правила ценового потолка, так? Да, да, да. Если нефть, которая транспортируется тем или иным судном, тем или иным танкером, не застрахована по принципу ценового потолка, то ее просто не примут ни в одном из китайских портов. Не совсем так. Смотрите, если нефть продается выше ценового потолка, эту нефть и это судно, которое перевозит такую нефть, оно не будет зарегистрировано в Великобритании. А если судно не зарегистрировано в Великобритании, то его не примет китайский порт. То есть, соответственно, суда, танкеры с российской нефтью дороже ценового потолка не смогут заходить в китайские порты. Соответственно, россиянам придется продавать свою нефть дешевле ценового потолка, и Российская Федерация не будет получать необходимых средств на продолжение ведения войны в Украине. Продолжение следует...